Всем привет, ребят! С вами мистер Ванька и сегодня записываю новый ролик. Сегодня, как вы видите, у нас видеоролик из новой HTML5 версии. Сегодня я хотел бы рассказать про тот ивент, который у нас сейчас происходит в танках в честь 8 марта. Поговорить немножко про HTML. Давно у нас не было вообще видеороликов, связанных с данной версией игры. То есть с этим клиентом, с каким-то дополнительным обзором. То есть если вам интересен вообще клиент, если вам интересно узнавать какие-то определенные новые вещи из него и хотите, чтобы я, например, на нем записывал какие-то определенные видеоролики, то обязательно напишите по этому поводу в комментариях, ну и поддержите данный видеоролик лайком. Я отлично сам понимаю то, что это единичные какие-то видосы, которые могут выходить там раз в неделю, раз в месяц, грубо говоря, да. Но полноценно на HTML я сейчас точно не готов переходить. И сегодня я бы хотел бы посвятить все это дело ивенту, как я уже сказал. Зайти в катку, возможно, немножко прочувствовать эту обстановку с голдами и рассказать про новые миссии, которые у нас в честь данного праздника. И еще и появились вот здесь вот в режиме особые. Что касаемо их выполнения, скажу вам сразу то, что я уже понял, что их можно выполнить исключительно в HTML, то есть если вы играете через любую другую версию игры, то есть это будет официальный танковый клиент флешевый, там либо браузерная какая-то версия, которая является не HTML5, то вы просто играете катки, но вам в актив ничего здесь не идет. Вот я вчера катал вечером на стриме, может кто видел, кто знает, но ничего, как вы видите, здесь не зачисляется. И для меня это, если честно, тоже, ну, как-то очень грустно, то что это, грубо говоря, байт вас на переход уже на HTML. То есть если вы хотите дополнительные награды получать, заходите в HTML. Но у меня есть на это свои причины, с которыми я, ну, определенно сейчас еще до сих пор не согласен. Поэтому давайте уже пикаться в катку, посмотрим вообще изнутри, как выглядит данный праздник. Вы видите, что здесь в HTML просто на одну кнопочку нажимаешь, сразу в эту катку можно попасть. Что касаемо ловли голдов, то я ловил их вчера и сегодня тоже буду ловить на Хантера Жиге. Для меня данное вооружение является полностью оптимальным. К слову, также хотел бы сказать и высказать свое мнение по поводу вообще данного ивента, по поводу данных праздников в самой карте голдов. То я могу сказать точно, что это круто. Карта оптимально, наверное, лучшая из последних тех, которые у нас были, да. То есть, тот Temple, если я не ошибаюсь, который был в прошлый раз с Джиггернаутом, я считаю, что это был максимально плохой выбор. Мне абсолютно не понравилась данная карта. А вот что касаемо данного колхоза, то мне все нравится, честно. Мне все нравится, мне нравится сама эта карта, мне нравятся те зоны голдов, которые здесь имеются. Да и вообще, довольно все четко, грамотно сделано. И можно, если захотеть, легко и половить голдики, и поиграть, и пофармить. И все в этом плане вообще четко может у вас получаться. Что касаемо камеры на HTML, я сразу хотел бы сказать, что здесь она немножко по-другому поворачивается. На клавиатуре, если играть на мышке, то здесь, конечно, все поудобней. Но вот эта камера с перехода на флеш, конечно, ну, чуть-чуть, чуть-чуть непривычно. Чуть как-то все это дело нестандартно. Я заметил, что у меня звук в танках выключен. Там пару голдов, пару-тройку голдов уже падает. Давайте я попробую хотя бы на один из них поехать. Вижу от себя точку. А почему у меня нарко не жмется? Пока танк полностью там, типа, не отреспался, я не могу видеть голда. Ну, это как-то печально, если честно. Оп, а мог овер прожать. А, овер, значит, звук овера есть. А этого звука у нас нет. Давайте-ка откроем. Где тут звуки у нас? Звук, музыки, громкость эффектов, громкость интерфейса. Ну, чуть погромче, может быть, сделать. Я не знаю, почему. А, есть, так он просто очень тихий, я понял. Все, вот сейчас вроде как я слышу. Вижу голдик. Давайте попробуем поймать еще и голдецкий здесь, в этом видосе. Ну и, в общем и целом, да, если вы хотите узнать вообще мое мнение по поводу миссий новых, то я скажу, что... Ну, уже высказывал, как бы, свою точку зрения, но дополнительно скажу то, что я не совсем согласен с тем, что все как-то очень, ну, слабовато сделано. То есть, там какие-то задания, ну, прям такие, ну, прям глупые есть порой. Нету, знаете, тех старых, дефолтных, больших заданий. То есть, если у вас уже миссии называются особые, там, я под этим названием подразумеваю что-то большое, масштабное, крутое, нагибаторское, да. То есть, я не рассматриваю это как какие-то там заданки, где, там, 4 голда поймать, там, или 8 голдов скинуть и получить, там, за это один контейнер. Для меня должен быть, ну, какой-то масштаб, там, столько опыта, например, да, и приз какой-то хороший, да. Это будет нормально выглядеть, я считаю. То есть, рассматривать как большие задания по типу пойманных голдов или, там, скинутых голдов, ну, я лично не могу. Если вы можете, то вы молодцы, но я не считаю, что это вообще какие-то достойные задания, которые могут здесь быть. Что касаемо карты, я уже высказался, что касаемо скидок и всего прочего, я тоже много раз говорил, то, что все здесь как бы дефолтно и по ивенту тоже, в принципе, общее мнение мое складывается довольно-таки неплохое. На удивление, если честно, я, честно говоря, изначально думал, что мне это все дело не понравится. Ну и, что касаемо икса голдов, что касаемо фондов, все тоже довольно-таки неплохо, и на колхозе падает неплохо голдишек, и вообще, что касаемо фондов, тоже все прекрасно. А, я понимаю, все, я теперь понял. Я щелкаю через нумлок на нарку, а у меня нарка, короче, не идет. Я понял, где точка голда? О, блин, мне глюкануло, мне показалось, что точка голда. Давайте хотя бы один голдик, что ли, поймаем на видос с данной катки, а то это будет вообще печально, если я здесь даже еще ни одного голда не поймаю. Для меня, конечно, html максимально непривычен. Максимально непривычен, максимально, ну, можно так сказать, некомфортен за счет вот этой вот нарки, которая как-то по-другому выглядит. За счет того, что мне надо смотреть теперь наверх, а не в правый нижний угол, смотреть, сколько там у меня чего-то времени до конца остается. Вся эта суть выливается в то, что я, наверное, не готов на данный период времени к переходам на какие-то html. И еще ко всему этому, сам html не готов и полноценно не работает правильно для того, чтобы я мог стримить через него, чтобы я мог комфортно записывать видосы. То есть мне надо использовать сейчас другие захваты, чтобы можно было просто вот даже сейчас записать этот видос. Ну а так, как новая версия игры, видно, что работа в ней производится, то, что какие-то вещи делаются лучше. Понятное дело, что негативные комментарии, отзывы будут всегда, а вот голды пойманные, возможно, сейчас могут быть. Нет! Я не успел, и рельса выдала еще и тройной выстрел, и я даже не поймал данный замечательный нагибаторский голд. Обидно, досадно. Но вообще, я вам скажу, что я за вчера на стриме поймал довольно приятное и большое количество данных голдиков, когда я сфокусирован на голдах. На этой карте происходит все очень круто, и ловить голды тоже можно приятно, спокойно, без особых проблем, нежели на том же темпле, который у нас был предыдущий на 23 февраля. К этому празднику он был приурочен. Темпл был просто шляповый максимально, мне он абсолютно никак не зашел и не понравился. А вот данная карта реально мне импонирует, нравится, и даже какая-то ностальгия пробивает на этой карте. Все-таки, если вы тоже, как и я, давно играли в танки, то есть уже на протяжении каких-то лет 7-8, вы отлично знаете эту карту, как карта, на которой постоянно проходили какие-то интересные бои. И даже если я не ошибаюсь, эта карта в свое время была полноценной киберспортивной, на ней даже турнир проходили. Но это не точная инфа, я вот не помню точно, но мне кажется, что было что-то подобное, потому что где-то я точно на ней катал. Катка у нас заканчивается. Вроде как все неплохо. Также хотел бы немножечко... Достик уровня. Ага, спасибо. Также я хотел немножечко сказать про коинбоксы. Да, изменились у нас награды в призах. Да, то есть теперь нельзя выбить 100к. Максимальный приз это всего лишь 10 тысяч токкоинов. И если честно, я считаю, что это не есть много. Потому что, ну, блин, ну это как-то слабовато даже, я бы сказал. Когда ты полноценно мог бы получать раньше в 10 раз больше, по цене там особо ничего не поменялось, а сейчас это все дело фиксится. Да, возможно разработчики просто понимают, что много кто выбивает, начинают жадничать. И все это дело как-то печально для этого. До этого момента происходило в плане разработчиков, которые хотели получать исключительно выгоду. Хотя, если честно, я, ну, не видел, чтобы так много чего-то дропало там, всем падало. Я такого не видел. Возможно, есть счастливчики, но их явно не такое большое количество, которым прям удалось прям жестко пофармить. Вот такой вот видос у нас сегодня получился, друзья. Исключительно какой-то обзорный. Я хотел посвятить ему данному празднику, ивенту в целом в танках, как оно все происходит сейчас у нас в игре, как оно выглядит, и рассказать какую-то свою точку зрения. Если вам понравился данный видос, то можете поставить на него лайк, подписаться на канал, если еще вдруг не подписаны, ну и также рассказать и высказать свою точку зрения и мнение по поводу всех этих миссий, обязательно, да, которые у нас работают исключительно в HTML. и вообще рассказать про сам праздник, нравится ли вам вот такие вот мероприятия, которые проходят у нас в игре. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.